Невероятно живуч миф о чрезвычайном аскетизме Сталина, о его единственных сапогах и потертой маршальской фуражке. Ничего ему не надо было, лишь бы родина цвела, и слезы умиления бегут по щеке. Вот это был человек. Почему-то мало кто говорит о том, что скромняга Сталин жил в сказочной роскоши, полностью за государственный счет, а весь его шикарный быт оплачивался народами Советского Союза. Но даже если этого не учитывать, то у него было и еще кое-что, так сказать, на черный день. И речь не о зарплате, которая равнялась 10 тысячам рублей в 1952 году и составляла около 15 средних советских зарплат. Речь, по свидетельству охранников генералиссимуса, идет об огромных деньгах, найденных в его личном сейфе в Кремле. А это, на минуточку, 3 миллиона 762 тысячи рублей. По тем временам, колоссальные деньги. И еще несколько пачек иностранной валюты. Из приложенных к ним квитанцам было ясно, что это гонорары за тиражи его книг в СССР и за рубежом. И если по тогдашнему закону все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, на Сталина этот закон не распространялся. Вождь просто складывал их в свой сейф. Что он хотел делать с Кэшем, готовился ли он к вероятному бегству из страны или просто чах над златом, как Каще Бессмертный, навсегда останется загадкой. Но то, что Сталин был богатейшим гражданином СССР и долларовым миллионером, железобетонный факт, не подлежащий сомнению. Конечно, сталинисты скажут что-то вроде «ну и что, он ведь не имел личной собственности на эти суммы». Ну хорошо, тогда зачем Сталин хранил эти деньги в своем сейфе? А пожертвовал ли Сталин из этих своих личных денег хоть что-то на оборону? А на послевоенное восстановление народного хозяйства? А в детские дома? Инвалидам войны? Зачем он копил эти деньги? Формально Сталин не имел собственности, а фактически, внимание, специально для него было построено 18 особняков. Тогда они назывались дачами. Три дачи в Москве, 11 на Кавказе и 4 в Крыму. Самая известная – Кунцевская, ближняя, в которой вождь прожил 20 лет. Все дачи были выкрашены в зеленый цвет. Сталин боялся нападения с воздуха. Под некоторыми дачами были вырыты бункеры. Все сталинские дачи охранялись не хуже секретных военных лабораторий. Территорию в 50-100 гектаров обносили несколькими видами ограждений – рядами колючей проволоки, металлическими оградами, шестиметровым забором. Внешний периметр территории, несколько километров от здания дачи, охраняли подразделения НКВД, позднее МГБ. С воздуха территорию дачи прикрывало ПВО. И районы над ними были закрыты для полетов, а по периметру резиденции располагались зенитные части. За деревянным забором начинался внутренний периметр, который контролировала личная охрана Сталина. Дача, на которую приезжал отец народов, охраняли дополнительно сотни чекистов. Кроме охраны, на каждой даче работал обслуживающий персонал – горничные, парикмахер, повар, официанты, медсестра, водители, садовники, дворники, токсиколог. Короче, всего около 50 человек. Все дачи оборудовались по последнему слову техники. На оформлении тоже не экономили. Камин в большой столовой дальней даче был украшен ониксом и опалом. Вся мебель в спальне Сталина была сделана из чинары. Поблизости от спальни находилась малая столовая с камином из серого мрамора. Во внутренней отделке каждой комнаты использовались ценные породы деревьев. Оформлением занималась московская мебельная фабрика «Люкс», работавшая исключительно по госзаказам. На содержание вождя тратились безумные деньги, которые никем не контролировались. Зачастую это были совсем необязательные траты. В этой связи любопытен доклад Лаврентия Берии о подготовке к Потсдамской конференции 1945 года. Товарищу Сталину, товарищу Молотову, подготовлено 62 виллы, 10 тысяч квадратных метров и один двухэтажный особняк для товарища Сталина. 15 комнат, открытая веранда, мансарда, 400 квадратных метров. Особняк всем обеспечен, есть узел связи. Созданы запасы дичи, живности, гастрономических, бакалейных и других продуктов, напитки. Созданы три подсобных хозяйства в 7 километрах от Потсдама с животными и птицей фермами, овощными базами. Работают две хлебопекарни, весь персонал из Москвы. На готове два специальных аэродрома. Для охраны доставлено 7 полков войск НКВД и полторы тысячи человек оперативного состава. Организована охрана в три кольца. Подготовлен специальный поезд. Обеспечивают безопасность пути 17 тысяч солдат и офицеров войск НКВД. 1515 человек оперативного состава. На каждом километре железнодорожного пути от 6 до 15 человек охраны. По линии следования будут курсировать 8 бронепоездов войск НКВД. Для Молотова подготовлено двухэтажное здание, 11 комнат. Для делегации 55 вилл, в том числе 8 особняков. 2 июля 1945 года. Лаврентий Берия. Доктор исторических наук Серго Микоян, сын того самого Микояна, который ходил между струйками, так описывает сталинские застолья. Собиралось, скажем, 8, 10 или 12 человек. Изысканные блюда подавались на стол в большом количестве. Шампанское, коньяк, лучшие грузинские вина, водка лилась рекой. Сам хозяин пил не так много, отдавая предпочтение сладкому шампанскому и винам типа хванчкары. Но других пить заставлял, исходя из тезиса, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Отказ пить воспринимал как боязнь проболтаться о чем-то, желание что-то скрыть. Запасные чистые тарелки, приборы, хрустальные фужеры в изобилии стояли неподалеку, чтобы обслуга не мельтешилась во время разговоров. Иногда хозяин вдруг произносил по-грузински два слова, в переводе означавших «новая скатерть» или «свежая скатерть». Немедленно появлялась обслуга. Брала скатерть с четырех углов, поднимая ее. Все содержимое, икра в перемешку с чуть остывшими отбивными, капуста по-гурийски с жареными куропатками, а Сталин их особенно жаловал. Притом вместе с посудой, приборами и бокалами оказывалась как бы в кульке, где лишь звенели битые фарфоры хрусталь. И уносилась. На новую чистую скатерть приносились другие явства, любимые Сталиным, только что приготовленные. Дочь Сталина Светлана Аллилуева писала об отце. Денег он сам не тратил. Их некуда и не на что было ему тратить. Весь его быт, дачи, дома, прислуга, питание, одежда – все это оплачивалось государством. К его столу везли рыбу из специальных прудов, фазанов и барашков из специальных питомников, грузинское вино специального разлива, свежие фрукты доставляли с юга самолетов. И ни за что он не платил ни копейки. Всеми денежными делами ведало в этом случае специальное управление МГБ СССР. Суммы были огромные. Даже начальник охраны Сталина, генерал госбезопасности Власик, распоряжался миллионами от его имени. Все в доме было поставлено на казенный государственный счет. На каждой даче появились коменданты, штат охраны со своим особым начальником, два повара, чтобы сменяли один другого и работали ежедневно. Двойной штат подавальщиц, уборщиц – тоже для двойных смен. Казенный штат обслуги разрастался вшир с невероятной интенсивностью. Кроме того, что Сталин любил жить на широкую ногу за счет народа, он получал огромную по тем временам зарплату и высоченные гонорары за тиражи публикации своих книг по всему миру. Отец народов хранил весь свой кэш в личном сейфе в Кремле. Но нет ни одного документа, который свидетельствовал бы, что Сталин потратил хотя бы рубль из своих личных средств на оборону во время войны, на восстановление народного хозяйства после войны, на помощь детским домам или инвалидам или на другие благородные цели. Сталин ни разу не покупал на свою зарплату облигации госзаймов в войну и после войны. Хотя все работающие граждане СССР были обязаны покупать эти облигации для помощи родине, тратя на них до трех четвертей своей зарплаты в войну и до трети после войны. Долларовый миллионер Сталин купался в роскоши и жил так, как и не снилось ханам Золотой Орды, а к народу мог выходить в чем угодно, хоть в рваной шинели и потертом френче. Хотя если присмотреться к фотографиям отца народов, можно увидеть ладно скроенную и хорошо сшитую форму и с качественной несоветской ткани. Но сказки об аскетизме и непритязательном быте Сталина, а также его скромный никнейм «Отец народов» должны были создать у населения веру о добродетельном и великодушном защитнике трудящихся масс Советского Союза. Это очень удобный миф и для современной России, где продолжает культивироваться вера в хорошего Сталина. Тут все очень просто. Кто верит в добродетели Иосифа Виссарионовича, тому и Владимир Владимирович покажется добрым самаритянином. Маленький паскриптум. Возможно вы удивитесь, но в индустриализации, создании советской промышленности, вообще нет никаких заслуг товарища Сталина, кто бы что ни говорил. Это не только еще один из мифов, достойный отдельного разбора, но и эпическая катастрофа библейских масштабов. В Украине и Казахстане заплатили слишком высокую цену за все эти советские заводы и пароходы. Подробнее об этом можно прочитать в новом материале на нашем сайте хрендяблики.ком Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!